Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. ЧП в маршрутке. Госавтоинспекция ищет свидетелей происшествия. Задержана преступная группировка. Изъято 250 таблеток экстази. Очередная взятка. Сотрудника административно-технической инспекции взялись по личным. 12 июня около полудня на Советском проспекте произошло ДТП. 21-летняя девушка пострадала в салоне маршрутки. Водитель общественного транспорта скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция ищет свидетелей. Информация о происшествии поступила из БСМП, куда молодая девушка поступила с многочисленными травмами и ссадинами. 21-летняя калининградка зашла в маршрутку, но не успела сесть на свободное место. В этот момент водитель резко тронулся. Девушка не успела схватиться за поручни и упала. Водитель сразу высадил пострадавшую и уехал. Госавтоинспекция просит всех, кто стал свидетелем инцидента, позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах, или сообщить подробности по электронной почте ОГИБДД. В Балтийске наркополицейские совместно с сотрудниками ОРЧ, ОСБ, ОМВД России по Калининградской области ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась продажей синтетических наркотиков. После проведенной спецоперации задержали всех участников этого бизнеса и 250 таблеток экстази. В этой группе все было налажено до мелочей. У каждого участника криминального бизнеса, а их всего пять человек, была своя роль. Один следил за финансовыми вопросами, другой отвечал за распространение экстази среди молодежи. Еще двое выполняли роли курьеров, а самый главный участник следил за всем и отвечал за поставку наркотических средств в Калининградскую область. В следственном отделе управления наркоконтроля возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору, которые занимались на территории города Балтийска, незаконным сбытом наркотических средств АМДМА в значительном размере. В настоящее время все фигуранты задержаны, с ними проводятся следственные действия. Организатор этой группы 25-летний житель города Балтийска. Для того, чтобы владеть оперативной обстановкой в городе и получать нужную информацию, он даже хотел устроиться на службу в полицию. Является в настоящий момент стажером отдела небедельноственной охраны при межмуниципальном отделе полиции Балтийский. Оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на других соучастников, на свидетелей по уголовному делу либо иным образом воспрепятствовать производство по уголовному делу. Суд арестовал подозреваемого. Сейчас он находится под стражей до 11 августа. Естественно, после проверки его уволили из органов внутренних дел. А в ходе обыска у задержанного изъято 50 таблеток экстази. В данный момент проводятся проверки. Наркополицейские не исключают, что в этой истории могут появиться новые лица. Алексей Бондарев, Елена Кивенко. Специально для места происшествия. 26-летний сотрудник административно-технической инспекции задержан при получении взятки. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД. Мужчину задержали в его собственном кабинете. Сумма взятки составила 4000 рублей. Деньги молодой специалист получал за то, что не составлял административные протоколы, выявляя нарушения при размещении рекламы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ОМВД России по Калининградской области просит граждан, которые могли пострадать от подобных действий, обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиция разыскивается мужчина за совершение преступления, предусмотренного статьями 30-й и 132-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Насильственные действия сексуального характера. Его приметы. Возраст на вид 20-25 лет. Рост 175 см. Среднего телосложения. Лицо овальное, бледное, кавказского типа. Глаза карие, волосы темные, волнистые, стрижка короткая. Был одет куртка кожаная черного цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета, остроносые, футболка синего цвета, свитер серого цвета на молнии. Всем располагающим информация о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова